Нефтяные котировки смогли развить восходящий ход и дойти до 96 долларов за баррель. Рост усилился после новости о значительном сокращении запасов в американских нефтехранилищах, а также на фоне слухов о скорой отмене Китаем политики нулевой терпимости к ковиду. Относительно тем равновесия спроса и предложения энергоресурсов на мировом рынке, на данный момент трейдеров все же больше волнует вопрос, успеет ли до декабря Российская Федерация перенаправить свои поставки нефти с Европы на Азию. Именно в декабре вступает в силу эмбарго Европейского Союза на российскую нефть, а Соединенные Штаты все же намерены к этому времени ввести потолок цены на стоимость российской нефти, что приведет к отказу России поставлять нефть тем странам, которые присоединятся к этой инициативе. К примеру, Китай с Индией крупнейшие потребители сырья пока что не намерены вводить потолок. И если до декабря российские компании так и не смогут перенаправить те объемы, которые раньше шли в Европу, на другие страны, то на рынке может образоваться дефицит черного золота. И по сути дела наличие такого варианта будет и дальше способствовать росту нефтяных котировок. Тем более, что пока нет сообщений о новых экспортных контрактах между Россией и странами Азии. Пока же фьючерсы на нефть марки Brent полностью восстановили котировку относительно недавнего обвала. Актив вновь топчется в пределах отметки 95 долларов за баррель, указывая на то, что восходящий настрой еще и имеет место на рынке. В данной ситуации основной технический сигнал о продолжении восходящего цикла возникнет в момент удержания цены выше отметки 97,5 долларов. В то время как очередная попытка пробоя уровня поддержки на 92 доллара может возникнуть в случае возвращения цены ниже уровня 94 доллара за баррель. Золото продолжает держаться в районе 1650 долларов за тройскую унцию и фактически готовится к очередному штурму отметки 1600 долларов за унцию. Ведь Федеральная резервная система пока продолжает повышать процентные ставки. И до сих пор фьючерсы на золото так и не сумели с первой попытки преодолеть отметку в 1630 долларов, вследствие чего вновь возник откат, возвращая котировку выше значения в 1650 долларов. Говорить о развороте и устойчивом движении вверх еще рано, так как нисходящий цикл по-прежнему актуален на рынке. Но все может измениться, если котировка вернется в район уровня сопротивления на отметке 1670 долларов. В этом случае возникнут хорошие шансы на смену торговых интересов. До тех пор сохранится риск возврата цены как минимум до уровня 1630 долларов. И, пожалуй, единственное, что может спасти золото от снижения и способствовать его возврату к отметке в 1700 долларов, так это пересмотр планов американского регулятора. Если Джером Пауэлл не просто подтвердит, что в декабре ставку рефинансирования поднимут уже на 50 базисных пунктов, но еще хотя бы намекнет и на дальнейшее снижение темпов их роста, то у золота появятся серьезные основания для роста. А если же глава Федеральной резервной системы хоть как-то обмолвится о возможном снижении ставки рефинансирования уже в первой половине будущего года, то в довольно короткий срок золота не просто поднимется до уровня в 1700 долларов за унцию, но даже сможет закрепиться и выше данной отметки. Ситуация по российской валюте по-прежнему остается неизменной, и она продолжает торговаться около уровня в 61,5 рубль за доллар. В последние месяцы российская валюта нередко уходила в явный застой, после чего происходило ее заметное ослабление с последующим довольно быстрым возвратом в район 60 рублей за доллар. Обычно этому предшествовало явное снижение уровня волатильности, что происходит и сейчас. Вопрос лишь в том, когда рынок активизируется и начнется новый цикл временного ослабления рубля. Как только возникнет должный информационный толчок, флет завершит формирование и возникнет резкий исходящий импульс. На этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в следующем видео. До встречи!